В настоящее время особую актуальность обретает воспитание патриотизма подрастающего поколения. Построение в Узбекистане гражданского общества, динамичное развитие страны, все это зависит от усилий дееспособных и ответственных людей, любящих свою родину, заботящихся о ней, способных отстаивать ее интересы. Воспитание гражданина-патриота сегодня залог гарантированного будущего для всего социума. Да, для многих сегодня основными приоритетами в жизни стали личный успех, карьера, деньги. Это тоже нужно, но, как говорится, все относительно. При этом очевидно, что физкультура во многих образовательных учреждениях преподается по остаточному принципу. Не менее проблемный вопрос – привить любовь к музыкальным произведениям. Президент, знакомясь с презентацией, направленной на повышение качества преподавания музыки, физической культуры и военно-патриотического воспитания в школах, обозначил конкретную проблематику в данном контексте. Что скрывать? Уроки музыки и физры, как их называют сами дети, давно стали второстепенными и частенько проводятся для проформы. Президент в этом плане, во-первых, дал поручение привлечь к образовательному процессу до призывной подготовки сотрудников Министерства обороны. В свою очередь, искусство является одним из важнейших средств воспитания лучших человеческих качеств. То есть, духовности, нравственности, патриотизма. Можно с уверенностью утверждать, что сформировать патриотизм у учащихся невозможно в полной мере без использования богатейшего потенциала, который заключает в себе музыкальное искусство. Воспитание патриотизма на уроках музыки имеет огромное значение, так как этот процесс направлен на формирование настоящего и будущих поколений. А наши молодые современники должны не только овладеть определенным объемом знаний, но и стать духовно зрелыми. Тему разовьет Дельшот Кудратов. Современное образование. Каким критериям оно должно отвечать? Сегодня уже ясно, что современное образование должно быть не просто передачей знаний. Оно должно быть гибким, доступным и ориентированным. На развитии навыков, которые помогут человеку адаптироваться к быстроменяющемуся миру. Подготовка всесторонне развитых личностей, которые смогут уверенно интегрироваться в общественную жизнь и вносить вклад в развитие страны. Вот на что сегодня направлен главный акцент. Президент Шавкат Мерзьёев на встрече с преподавателями Национального института педагогического мастерства обозначил три ключевых направления для улучшения качества школьного образования. Музыкальное и физическое, а также военно-патриотическое воспитание. Эти направления имеют значительное влияние на формирование личности учащихся и на развитие их социальных навыков, что подчеркивает необходимость усовершенствования подходов к их преподаванию. А на этой неделе в ходе презентации, направленной на улучшение преподавания музыки, физической культуры и военно-патриотического воспитания в школах, все поставленные задачи были переведены в практическую плоскость. Сегодня перед нами стоят три важные задачи. Как будет развиваться направление музыки в школах? До сих пор меня волнует один вопрос. Кто такой преподаватель музыки и кто его готовит? Министр культуры Иумарова, когда в последний раз были в школах, кто занимался проблемами этих преподавателей? В каком вузе ведется их ускоренная подготовка? Например, сейчас экономические вузы на основе дуального образования подготавливают специалистов. Но для учителей музыки мы не создали должных условий. Мы не создали для них мотивацию и условия для самореализации, как это сделано для остальных преподавателей системы народного образования. Такой же вопрос стоит и по подготовке преподавателей физической культуры. Мне очень нравится, что учителей начальной до призывной подготовки переводим в ведение Министерства обороны. Когда мы были в НАВОИ, я был очень рад. Самая большая задача в школе, если мы и сами не будем решать эти вопросы, никто за нас их не решит. Мы и сами должны заниматься культурой, физической подготовкой, патриотизмом. Если мы хотим в будущем развивать творчество, музыку, если не будем обращать внимание на революционные изменения этих направлений, то результата не будет. Согласно данным ЮНЕСКО, страны с высокоразвитыми системами музыкального образования отмечают системное повышение академической успеваемости учеников и их социально-эмоциональной зрелости. Музыкальное образование играет особую роль в формировании эмоционального интеллекта, эстетического вкуса и культурного самосознания у подрастающего поколения. Однако на сегодняшний день 21% учителей музыки в школах имеют только среднеспециальное образование, что приводит к серьезному дефициту квалифицированных специалистов. Проблемы также усугубляются отсутствием системы повышения квалификации для учителей музыки и недостаточным сотрудничеством между школами и учреждениями культуры, такими как музыкальные школы и школы искусств. Важно, что выпускники высших учебных заведений, прошедшие подготовку в сфере культуры, не всегда могут найти применение своим знаниям в системе общего образования. В этой связи президент инициировал разработку нового порядка повышения квалификации учителей музыки, в рамках которого будет оцениваться профессиональный уровень специалистов, разрабатываться методические пособия и внедряться в систему присвоения категорий. Новые предложения по развитию преподавания музыки, озвученные в ходе презентации, были поддержаны главой государства. Первый пункт касается развития интереса учащихся к этому предмету, чтобы они ясно понимали, почему музыка важна и нужна для них. Второй вопрос касается усовершенствования их компетенций. Мы внедрим новый механизм оценки, знаний и навыков преподавателей. Вместе с Министерством культуры будем повышать их квалификацию. Этот процесс будет охватывать не только теоретическую, но и практическую части. В качестве опоры для нас будут служить образовательные учреждения, специализирующиеся на культуре и искусстве. Выпускники института искусства и культуры смогут быть приняты для преподавания в школах. Целью популяризации художественного творчества среди учеников, опираясь на положительный опыт Туранского школьного театра, в школах планируется создание художественных коллективов Ихтадуар. Таким образом, не только создается инфраструктура для художественного самовыражения учащихся, но и формируется среда для роста будущих профессионалов, готовых к поступлению в высшее учебное заведение культуры и искусства. Во всех наших школах имеются музыкальные инструменты. И как результат, почти все ученики умеют играть хотя бы на одном из них. Теперь по инициативе президента этот опыт будет распространен во все республики. Также мы организовали театральные студии Туран. В этом году провели фестиваль и конкурсы, связанные с этой деятельностью. Мы увидели, что среди наших учеников много талантливой молодежи. Теперь на базе театральных студий Туран будут организованы художественные коллективы Ихтадуар. Эти коллективы охватят детей, интересующихся творчеством, а также молодых людей, владеющих музыкальными инструментами. Мы планируем организовать ансамбли, вовлечь в работу школьников, которые пишут стихи и создают произведения. Теперь у нас появятся возможности для развития их талантов. Соответственно, будет пересмотрена методика преподавания. Введен национальный сертификат для преподавания музыки, что позволит привлекать высококвалифицированных специалистов и стимулировать их профессиональный рост. Физическое воспитание и массовый спорт – еще один важный элемент подготовки здорового и энергичного поколения. В школах уже преподаются 22 олимпийских, 19 неолимпийских и 4 национальных вида спорта, что демонстрирует разнообразие подходов к физической активности. Однако отсутствие методических пособий и четкая система отбора для занятий спортом создают значительные проблемы в качестве подготовки и ограничивает возможности развития спортивного потенциала учеников. В ответ на существующие вызовы в области физической культуры предлагается разработка новых учебных программ и методических пособий для учителей, а также внедрение системы оценки их профессионального мастерства. Важно отметить, что создание школьных спортивных клубов и введение спортивного рейтинга школ способствует увеличению вовлеченности молодежи в спорт и укреплению здорового образа жизни. Тот, кто будет строить будущее страны, должен быть не только силен духовно, но и физически, потому физическое воспитание молодежи будет проводиться с использованием новых методик. Навыки преподавателей этих дисциплин будут усовершенствоваться на основе дуального образования, как в теории, так и на практике. Теперь особое внимание будет уделяться селекции учеников с перспективами в спорте и развитию их талантов. У нас были спортивные кружки в школах, но их работа не была систематизирована. Теперь в школах появятся спортивные клубы, которые будут состязаться между собой, иметь свои логотипы. Со временем это превратится в целое движение. В странах, как Япония и Германия, школьные спортивные клубы являются важной частью образовательной системы, создавая платформу для всестороннего физического развития детей и подростков. Подобные реформы в Узбекистане могут привести к значительному улучшению физического, ментального здоровья учеников, а также повысить уровень участия молодых людей в спорте на международном уровне. В условиях стремительных геополитических изменений и увеличения угроз глобальной безопасности военно-патриотическое воспитание становится неотъемлемой частью образовательного процесса. На сегодняшний день в школах Узбекистана работают около 10 тысяч учителей начальной до призывной подготовки, но почти треть из них не имеют профильного образования. А многие школы не оснащены необходимой инфраструктурой для преподавания основ военного дела. Перевод преподавателей начальной до призывной подготовки в ведение Министерства обороны позволит использовать опыт военнослужащих резерва вооруженных сил для подготовки будущих защитников страны. В ведении школы мужества в каждом районе и в городе, где на базе одной школы будут проходить занятия по военно-патриотической подготовке, поможет учащимся приобрести необходимые навыки и развить чувство долга перед Родиной. В целях выполнения задач, обозначенных в ходе презентации, направленной на улучшение преподавания музыки, физкультуры и военно-патриотического воспитания в школах, штат учителей начальной до призывной подготовки был передан в ведение Министерства обороны. Это связано с тем, что ранее граждане, окончившие военные кафедры вузов и желавшие работать преподавателями до призывной подготовки, поступали в школы в звании лейтенанта. Однако это звание не поднималось и дальше, и они оставались на одном уровне. Теперь же продвижение по службе будет происходить пропорционально показателям КПА, опыту и профессиональным навыкам. Если говорить на своем примере, то из-за отсутствия материально-технической базы сам процесс преподавания не был на должном уровне, но теперь перед нами открылись большие возможности. Для подготовки молодежи в духе патриотизма мы сможем проводить занятия и на специальных учебных полигонах, а также изучать на практике особенности до призывной подготовки. Кроме того, активно организуются классы Джасуарад в школах, цель которых — формирование чувства любви к родине с младших классов. Для этого президентам созданы все необходимые условия. В сфере военного патриотизма в ходе презентации были рассмотрены важные задачи. Как и в сфере музыки, мы должны довериться в развитии направления тем, кто непосредственно занимается военным делом. Посредством привлечения специалистов в данной области мы можем развивать у молодых людей чувство патриотизма. Поэтому штат учителей начальной до призывной подготовки переходит в ведение Министерства обороны в каждом районе и городе на базе одной школы будет организована работа школы мужества. Вместе с этим будет пересмотрена методика преподавания. Еще одна причина, почему этому направлению уделено особое внимание, заключается в том, что даже если молодой человек будет обладать важными навыками и знаниями, но не будет иметь чувство патриотизма, его польза для общества и будущего страны может быть минимальной. Ждается, что предложенные меры повысят качество подготовки учителей и значительно улучшат образовательные результаты в этих трех направлениях. Школьники смогут развивать не только академические знания, но и эмоциональный интеллект, физическую выносливость и патриотическое сознание, что создаст условия для воспитания состоронне развитых личностей. Для достижения долгосрочных результатов важно учитывать факторы подготовки кадров, финансирование образовательных инициатив и обеспечение инфраструктуры для каждого направления. Только при комплексном подходе к образовательным реформам, основанном на четком анализе текущих проблем и прогнозировании потребностей будущего, можно гарантировать, что образование в Узбекистане будет соответствовать современным вызовам и потребностям общества. А реформы, инициированные главой государства, являются важным шагом на пути к созданию системы, способной удовлетворить потребности нового поколения.